МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Отменили учебу из-за пурги в двух районах Якутии. Непогода. Якутские ветеринары фиксируют бешенство. Заболеваниями подверглись дикие домашние животные. Соблюдать разрешенную грузоподъемность и быть бдительными на ледовой переправе. Водителям напоминают правила безопасности на льду. Это новости в прямом эфире в студии Юлия Великодная. В Булунском и Аннабарском районах Пурга метель при ветре 14-19 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится ниже 37-42 градусов ниже нуля. В Тексии из-за непогоды отменили учебные занятия. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Запретят ли восьми селах Якутии продавать алкоголь? Решение примут депутаты парламента. Сессия госсобрания проходит сегодня в Якутске. Какие вопросы повестки уже рассмотрели, готова рассказать Любовь Васильева. 47 вопросов включено в основную повестку 34-го пленарного заседания Илтумен. В государственном собрании идет очередная сессия народных депутатов. К этому часу парламентарии уже утвердили должности судей. И рассмотрели один из главных вопросов о внесении изменений в госбюджет 2018 года. Внесение изменений по расходной части – это законодательная инициатива руководителя региона. С главным докладом выступил министр финансов Валерий Жандоров. Обсуждение прошло в форме вопроса и ответа. Народные депутаты подняли вопрос о налоговых и неналоговых доходах, кредиторской задолженности и графике их погашения. Депутаты уже проголосовали, и счетная палата готовит итоги. Общественная палата России планирует организовать тотальное наблюдение за выборами президента. Об этом заявил секретарь организации Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве. По его словам, на сегодняшний день уже более 70 тысяч граждан выразили желание стать наблюдателями на выборах от Общественной палаты России и региональных общественных палат. При этом Фадеев указал на принципиальное отличие общественных наблюдателей от наблюдателей, которых направят на участки партии и кандидаты в президенты. В стране 96 тысяч избирательных участков. В принципе, конечно, задача ставится так, в принципе, повторяю, чтобы наблюдатели были на всех избирательных участках. Тотальное наблюдение. Это очень непростая задача, потому что наблюдателей, и желательно, чтобы было два человека на каждом участке, это под 200 тысяч наблюдателей. Чем отличаются эти наблюдатели от того, что уже есть, если это выборы, например, в Государственную думу, наблюдатели от партии, если это выборы президента, наблюдатели от кандидатов в президенты. Эти наблюдатели общественные, не политизированы. Они никак не встроены в политическую борьбу. И это очень важно. Их задача обеспечить предельно чистые и легитимные выборы. Колмор планирует вложить 2 миллиарда долларов в развитие проектов на Дальнем Востоке, среди которых два горно-обогатительных комбината в Якутии и строительство терминала для перевалки угля в Хабаровском крае. Об этом сообщил журналистом генеральный директор компании Сергей Цивилев. Он добавил, что реализация стратегии компании позволит создать порядка 4 тысяч рабочих мест к 2021 году. Аналоговые поступления в бюджеты всех уровней превысят 12 миллиардов рублей. Соглашение Якутии с Внешэкономбанком создат перспективы для реализации больших проектов. Документ был подписан на полях Сочинского инвестфорума. Стороны планируют взаимодействовать в развитии республики и ее территорий. Территория, опережающая развитие инновационных кластеров и моногородов. Также в меморандум включен пункт о содействии формирования Института региональных менеджеров Внешэкономбанка в Якутии, основная задача которых состоит в поиске и отборе проектов для так называемой фабрики проектного финансирования. Мы подписали два ключевых соглашения. Это соглашение с Внешэкономбанком с учетом их новых подходов, нового формата работы. Это очень важно, тем более, что Внешэкономбанк объявил о том, что они сформировали фабрику проектных инвестиций. Поэтому это создает перспективы для реализации больших проектов без дополнительного обеспечения. В Якутии напоминают водителям о правилах безопасности на ледовой переправе. В рейд вместе с сотрудниками МЧС отправился наш корреспондент Семен Родионов. Сейчас мы находимся на рядовой переправе Хатас и Павловске. На суда сегодня приехали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. На территории Якутии стартовал четвертый этап акции «Безопасный лед». Ну, может быть, это выглядит немного странно, ведь зима, в общем-то, еще не закончилась, а до закрытия ледовых переправ еще не скоро. Но сотрудники КИМС говорят, что выезд на лед опасен всегда. Замерзший водоем, по словам специалистов, не предназначен для движения автомобилей. Особенно отмечают специалисты, что опасна наледь, в которую могут влететь автомобилисты даже зимой. Она образуется в результате просадки льда, речную воду через трещины выдавливает на поверхность, заливая образовавшийся желоб. Глубина таких наледей может достигать полутора метров, а длина более десяти километров. Ну, сегодня инспекторы ГИМС раздают листовки, проводят профилактические беседы с автомобилистами, призывая их проявлять особую осторожность. Я напомню, что в Якутии в акции «Безопасный лед» принимают участие более 400 сотрудников КИМС, МЧС, правоохранительных органов, а также представителей местного самоуправления. Ну и четвертый этап акции продлится до 25 февраля. По результатам лабораторных исследований, животные в нескольких районах Якутии были заражены бешенством. Так, в Оленёкском районе убит бешеный волк. Он набрел на палатку охотника. В Анабарском районе больной хищник нападал на собак населения, а в Нижнеколымском районе бешенство обнаружено у двух домашних оленей. Специалисты говорят, что говорить об эпидемии преждевременно, но не стоит забывать о вакцинации. У нас, значит, за январь месяц только по России уже 298 случаев. В республике Саха-Якутия у нас, ну там, если у нас в России преобладает где-то 70% собаки и кошки, то у нас в республике особо подвержены это по арктическому виду бешенства дикая фауна. У нас парадические случаи имеются. В 2017 году у нас ни одного случая не было, но если взять последние три года, это 2014-2015 году, там по три случая все-таки были зафиксированы. Вирус очень неустойчив к температуре, к температуре высокой, но очень хорошо сохраняется в замороженном виде и в почве сохраняется от 45 дней и более. Для детей-сирот построили частные дома в Намском районе. Их площадь 48 квадратных метров с участком 16 соток. 14 домов расположены в новом микрорайоне Озерный. На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено 22 миллиона рублей. В будущем планируется строительство школы и детского сада. Получатели домов выразили слова благодарности. Планы у всех разные. Детскому саду в селе-город Тах Усть-Алданского района несколько месяцев. Учреждения построили в рамках государственно-частного партнерства. Здание на 75 мест ввели в конце прошлого года. Отвечает ли современным требованиям детский сад в сюжете наших корреспондентов? В селе-город Тах Усть-Алданского улуса в конце прошлого года открылся новый детский сад «Кустук», построенный в рамках государственно-частного партнерства. Детский сад на 75 мест построен по всем новым, современным стандартам для разностороннего развития ребенка и плодотворной работы педагогов. Государственно-частное партнерство – это очень хорошая программа. И по этой программе велось строительство этого детского сада. В настоящее время на 75 мест здесь комплектованы две группы по 32 детей. И наш детский сад работает по художественно-эстетическому направлению. В Сотинском наследии всего проживает около 1700 жителей. Работают четыре дошкольных учреждения. Все здания детских садов – новой постройки, что обеспечило стопроцентный охват дошкольным образованием детей с трех лет. В конце 2017 года мы запустили детский садик «Кустук» на 75 мест. Это построил дочерное предприятие «Адгезис Северстройтор». Качественный, быстрый. Мы сейчас охватываем где-то на слеге около 160 детей. В Новом детском саду светло, уютно и просторно. Здесь дети учатся пению, танцам, развиваются как творческие личности. Для них созданы все условия. Оборудованы всем необходимым – игровые комнаты, уютные спальни, помещения для занятий спортом и музыкой. Мне здесь очень нравится. Здесь светло, много икрушек. В этом доме все для нас – сказки, песни. Вот какой хороший дом, в нем растем каждым днем. В нашем селе такой красивый, такой оборудованный детский сад. И они будут хорошо физически рады, эстетически рады. Прошедший 2017 год будет знаменательным для истории образования УЛУСа. В этом году еще построены и введены в Легойском наследии средняя школа на 220 мест, детский сад Мирючайна на 240 мест в селе Барагонцы. Новые постройки – это прочный фундамент для развития будущего поколения. Екатерина Захарова, Владимир Копырин, Петр Аргунов, Усть, Алданский, УЛУС. Полгода назад впервые в Заречном районе открылся филиал Якутского медицинского колледжа. Сегодня в Тампонском районе обучаются 20 студентов отделения «Сестринское дело». В Тампонском районе в последние годы остро стояла проблема нехватки среднего медицинского персонала, как в амбулаторно-поликлиническом, так и в стационарном звене. Кадровые инвестиции уже в ближайшее время позволят открыть на базе Тампонской районной больницы Центр травматологии второго уровня и межрайонный первично-сосудистый центр. В первую очередь низкая укомплектованность среднего медицинского персонала, она у нас составляет 72%, из них около 30% – это пенсионного и предпенсионного возраста. И, как мы считаем, кадр инвестиций – это прежде всего для нас. Из 20 студентов большинство трудится в Тампонской больнице, в основном санитарками. Многие семейные, есть даже многодетные, и им особенно важно получать обучение, не выезжая за пределы района. Договорники должны будут отработать на местах в течение пяти лет. Вот у меня трое детей, и я четыре года сидела по уходу за ребёнком, и навыки медсестры, наверное, всегда будут нужны и семье, и родным, и близким. И в Крисхольджае там тоже вакансии есть, у медсестры работа престижная, я смогу обеспечивать семью. В этом году при финансовой поддержке УЛУСа будет закуплено методическое оборудование, учебники, интерактивные стенды, симуляционное оборудование – всего на 840 тысяч рублей. Открытие отделения «Сельсинское дело» – это только начало. В будущем планируется обучение и фельдшерскому делу. Мария Винокурова, НВК Саха, Хандыга. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.